Варгейм Русс. Солдатики. История и модельнизм. Варгейм Русс. Данное видео является продолжением серии фильмов, посвященных играм солдатиков. Те, кто ждет исторические фильмы на нашем канале, не пугайтесь, видео будут. Но мы также понемногу продолжим выпускать фильмы про игры нашего детства. Здесь будет немного рассуждения о политике, жизни и играх. Так что поехали. В предыдущем фильме мы остановились на том, что греки стали лидерами антирусской коалиции. Их союзниками были германцы и рыцарский орден. В подчинении находились татары и македонцы. Мы создали логическую систему подчинения в этом союзе, так как если бы татары, македонцы и германцы соединили войска, то греки были бы разбиты ими. А так, германцы считались союзниками греков и бунтовать против такой силы становилось бесполезно. Началась подготовка к великому походу на Русь, которая к этому моменту преодолела раздробленность и представляла монолитное государство. Про это мы делали серию фильмов, так что посмотрите. Для похода мы решили максимально экипировать греческую пехоту. Копили фольгу из подзубных паст, но сами понимаете, что этот процесс был медленным. И вот одним весенним днем 1995 года мы пошли с друзьями погулять. Была у нас такая игра, как казаки-разбойники. Играют ли дети сейчас в такую игру? Кто знает, напишите в комментариях. Игра наша заключалась в следующем. Делимся на два отряда. И одни убегают, а другие их ловят. Один из наших друзей, Петя Петров, был беженцем из Узбекистана. При развале СССР в данной республике началась гражданская война. Было вторжение исламистов, которых финансировали и вооружали США и их союзник Пакистан. При этом народившаяся из Советской партной номенклатуры капиталистическая элита стала опираться на либералов и откровенных националистов в борьбе за власть. Несколько лет бушевала эта война. Погибло не менее 35 тысяч человек. Досталось 7. Победившие капиталисты стали строить свой Узбекистан, опираясь на либерализм и махровый национализм. Если в СССР в Узбекистане 9,3% населения были славяне, то сейчас их всего 1,8%. Постепенно славяне вытесняются из этой республики. Знали ли вы об этом? Это к слову, что СССР был антирусским государством. Эту идею сейчас муссируют различные русские националисты. На самом деле, русская культура при Союзе достигла максимума. Как по охвату, так и по качеству за всю историю нашего народа. Причем мы с братом не делим людей на расы и народы, а судим по делам, которые они делают. Националисты в любой стране льют невинную кровь, и мы против любого национализма. Только не путайте с патриотизмом. Это разные вещи. И мы всегда говорим, что от националиста до нациста всего один короткий шаг. Уважайте все народы и людей. В любом народе хороших людей больше, чем плохих. Печаль не только то, что хорошие люди часто разобщены, а плохие кучкуются и представляют из себя силу. И навязывают свою власть большинству. Чтобы зло побеждало, хорошие люди должны просто промолчать. Меньше молчите. Так вот, семья беженца Петьки жила в строительном вагончике рядом с местом работы его матери. Рядом были дачи. Мы ходили всей толпой к нему поиграть в футбол. В казаки-разбойники. Посражаться друг с другом мечами и копьями из камыша. Пострелять из самодельных луков. Иногда в ножички и карты поиграть. Местность, где мы обычно собирались, позволяла бегать по дренажному каналу, по камышам, что придавало игре в казаке-разбойнике еще больше азарт. Во время игры мы с братом нашли кучу фольги, которая по своим характеристикам отлично подходила для наших военных игр. Видимо, это была обмотка каких-то проводов или труб. Мы назвали греческая фольга или греческий доспех. Но она была такой же гибкой, как и фольга из тюбиков зубной пасты. Но при этом чуть более прочной. За раз мы приносили в карманах столько фольги, сколько бы в балые времена накапливали за год. Несколько недель мы таскали эту фольгу, пока она не закончилась. Но мы сумели сделать большой запас. Появилось очень много материалов для изготовления доспехов. Греческая пехота в этот период состояла из 108 бойцов, из которых 82 имели доспехи. Это был результат наших усилий в течение целого года. Мы использовали имеющийся у нас резервный пластилин для создания диорам с динозаврами. А также для лепки греческой пехоты. Было сделано 19 новых бойцов. Теперь общее число их стало 125. 43 из них получили новую экипировку. А всем остальным еще доделали дополнительные элементы защиты из новой фольги. В данной работе мы применили все новейшие наши наработки в изготовлении доспехов. Если ранее часто можно видеть, что броня состоит из кусочков соединенных в стык или с небольшим нахлёстом, то теперь стали чаще стремиться к созданию доспеха из литых пластин. Единая пластина для защиты груди. Такая же пластина для защиты живота и боков. Защита спины и затылка. Голова защищена единой пластиной с прорезями для глаз. Встречаются образцы экипировки, где нос защищен пластинкой, заправленной под большую головную пластину. В случае попадания по ней копья существовала вероятность, что соскользнув в палату, наконечник залезет под пластину и как минимум сорвет шлем с головы. По этой причине мы стали делать новую экипировку с учетом возможных рикошетов. Здесь видно, что соскользнув по доспеху вражеское оружие не сможет пройти в стык лад. Но довольно странно сейчас наблюдать за тем, что умея делать качественную броню, мы все равно продолжали клепать более низкую по защитным свойствам экипировку. Например, вот командир олимпийцев. Его выделяет шлем. Так как у других воинов его отряда шлемов нет. Отличная броня. Продуманные рикошеты. Защищен даже хвост. А тут мы увидим примитивную защиту, когда доспех состыковывается в стык. При прямом ударе копья фольга может промяться и воина погибнет. Что мешало сделать так же, как у этого медведя? Благодаря вот этим ляпам в экипировке у противников греков все же был шанс поражать их в бою. По сути мы подошли к тому, что уже можно сделать почти неуязвимого бойца. В экипировке иногда применяли вот такие вот разрезы. Называли мы их юбочкой. Это имитация древнегреческих птериг. К тому же эти надрезы позволяли легче крепить и подгибать фольгу по фигуре воина. Но снижали защиту. Иногда встречаются вот такие образцы шлемов. Видно, как мы пытались убрать слабое место в экипировке. А именно защиту носа. Головная пластина делается более длинной и ее края закрываются, создавая своеобразный конус. У этого воина конструкция не доведена до ума и есть вероятность разрыва стыка к копьям врага. Если сделать чуть-чуть поаккуратнее, то воин получит идеальную защиту головы. При этом образовавшийся клюв мог применяться в рукопашном бою против бездоспешного врага. У греков в экипировке было слабое место – это стык шеи, туловища и передних ног. Часто в этом месте у них слабая защита, так как там стык шлема, грудной пластины и боковых латов. Разрабатывать сложную конструкцию латов мы не стали, а сделали щиты. Практически сразу мы стали делать на этих щитах прорези и вставлять в них еще и пику или шип. С тыльной стороны он разрезался и закреплялся, но покажу это на куске фольги, чтобы вам было понятнее. Щиты делались из той же жести из-под банок кофе, что и мечи. Пробить их было невозможно ничем. Пики на щитах являлись отличным вспомогательным оружием. Из-за того, что они были короткие, они не так сильно гнулись, и ими при определенной удаче можно было пробить доспехи, в том числе и нового типа. Особое место в армии греков занимала конница. Она претерпела ряд изменений. Конница состояла из 10 греков и 5 кавалеристов-союзников. Экипировка греков была довольно простой. 2-3 пластины брони на груди и спине и шлем конической формы. Вот это вот современная наша реконструкция. Доспехов на конях нет. Мы стали решать эту проблему. При экипировке кавалерии применили лучшие наработки и создали бронированный каток. У части воинов сохранились старые доспехи на спине, но грудь была закрыта литой пластиной. На головах появились новые типы шлемов или забрала, в дополнение к старым. Кони были покрыты доспехами полностью, даже ноги. Исключением были два всадника в тевтонском вооружении, где доспехи были только на груди, шее коней. А вся остальная блестящая попона выполнена из декоративной тонкой фольги, которую без труда пробивает деревянное копье. В руки всадники получили щиты из доспешной фольги. На корпус коней крепили большие мечи, причем один всегда длиннее другого, чтобы наносить удары на разных дистанциях боя. Про это мы уже говорили в фильмах про правила битв. Греки получили отличное вооружение. В начале лета мама купила нам книгу, называющуюся «Римляне». В этой книге достаточно подробно и с расчетом на детей излагалась история римской цивилизации. Мы как завороженные читали разделы книги про устройство римской армии, структуру легиона, когорт, центурия предстала перед нашими глазами. Если ранее практически все наши знания о римской армии черпались из вот таких вот изображений в учебнике по истории, где все схематично и с ошибками, то теперь у нас появилось гораздо больше пищи для размышлений. В конце книги была реклама того, что в этой серии вышли также книги «Греки» и «Ранние цивилизации». В то время не было интернет-магазинов, и купить такие книги можно было только в стандартных книжных магазинах, где все зависело от желания директора закупить тот или иной товар для продажи. Нам было доступно четыре книжных магазина, и мы периодически их обходили и смотрели ассортимент. Забегая вперед, скажу, что книгу про греков мы приобрели примерно через год, и это даст еще один переворот в развитии нашего игрового мира. Создать из неструктурированного греческого войска армию, организованную как легионы Рима, было проблематично, а сильно хотелось. Мы решили эту проблему по-другому. Новые союзники греков, германцы, стали площадкой для этого эксперимента. Войско германцев было разношерстным, но в нем выделялись четвероногие бойцы, которые в свое время, собственно, и заложили основу для этого народа. Они были помельче греков. Было решено создать германский легион. Он состоял из 85 бойцов. Было сформировано 4 манипула. Каждый манипул состоял из 20 рядовых бойцов и двух офицеров. За исключением одного отряда, в котором был недобор в три бойца. В книге был вот такой вот рисунок легиона, и мы ошибочно предположили, что в республиканском легионе была униформа. По этой причине из тонкой конфетной фольги мы сделали плащи всем бойцам. Зеленые плащи были у самой сильной манипулы. В него входили самые крупные звери. На их телах крепче крепилось оружие. Также они могли быстрее бегать по нашим правилам боев. Две средние по силе манипулы имели желтые и белые плащи. Красная манипула состояла из самых маленьких воинов, и к тому же имела недобор личного состава в три бойца. В каждой манипуле было два командира. Каждый из них нес знамя. Не совсем ясно, почему было так. Может предполагалось, что манипул состоит из двух центурий? А тогда почему нет центурионов? Сейчас мне сложно понять логику наших рассуждений. Был также символ легиона, аквила или орел. Его в бой несли бойцы зеленого манипула. Офицеры были двуногими. Они получили доспехи, стилизованные под римлян. В том числе мы впервые попытались сделать шлем похожий на римский. Лицо открыто, есть на счетчике и на затыльник. Очень важно, что у некоторых офицеров были стилизованные под римлян доспехи. Это были первые ласточки будущих преобразований в нашем игровом мире. На вооружении германские регионы получили мечи особой конструкции. Наконечники в виде не острого угла, а туповатый. Он предназначен для рубки небронированного противника. Колоть таким мечом тоже можно было. В принципе, почти с той же эффективностью, что и греческими. Мечи были короче, чем у греческой пехоты. Почти всегда у воинов присутствует второе оружие. Это были либо деревянные копки, или мечи из зубьев расчесок. Германские воины имеют более упрощенную бронезащиту, чем греки. Головы не закрывают влитые пластины с прорезями для глаз. Это делалось намеренно. Германцы должны были быть слабее их господ, греков. Грек в бою раньше мог достать мечом до германца из-за более длинного меча. Как говорится, на всякий случай, а то вдруг гражданская война какая-нибудь там организуется. Считая раздел книги «Осады и укрепления», мы увидели римскую осадную технику. Анагры, баллисты, осадные башни. В книге все было крайне кратко изложено, но этого хватило для того, чтобы мы создали свою осадную артиллерию. На вот такую металлическую деталь конструктора привинтили два уголка. Между ними закрепили бельевую резинку. Стрелами были стержни от ручек. Наконечник мог причинить смертельное ранение незащищенному броневоину. Довольно быстро мы придумали, как улучшить бронебойность стрел. Мы стали делать наконечники из обрезков жести, оставшихся от работы по вырезанию мечей. Крепили их к древку при помощи жвачки. Чтобы жвачка не прилипала к различным поверхностям, ее обматывали тонкой фольгой от шоколадок. Жвачка довольно быстро застывала и крепление делалось довольно прочным. Стреляли эти баллисты не сказать, что очень точно, но вполне прилично, если целью является большая масса войск. Про это мы как-нибудь подробно поговорим в отдельном фильме. Также в этот период мы стали проводить частые игровые бои между разными отрядами. Строили леса из кубиков, горы из коробков, использовали горшки из-под цветов и тому подобное. На этой пересеченной местности вели бои между греками и русскими, германцами и так далее. Допустим, отряды русских выполняли функцию дикарей, а греки – воинов, забредших в таинственный и опасный мир. Интересные получались переключения. Обычно сражались до сотни бойцов с обоих сторон. В этих, по сути, турнирных боях оттачивалось мастерство рукопашного боя, и мы видели реальные возможности тех или иных отрядов в бою. Например, греки умели у нас штурмовать крепости, строя ступеньки из своих тел. Это мы подглядели в учебнике по истории, вот эта вот картинка. Также мы как минимум один раз провели большую игру с другом Андреем – бой между греками и татаро-македонцами. Бой не дошел до конца, так как кончилось просто время. И записи о его проведении не сохранилось. Остались только смутные воспоминания. По-моему, греки сражались за обе стороны в этой битве, чтобы уравновесить баланс. Нас стали одолевать сомнения в способности русских победить греков. Мы решили сделать новый народ, который стал бы союзником русских. Купили на карманные деньги два коробка пластилина. Но нам не повезло, и пластилин был слишком ломким и жирным для создания поделок. Делать было нечего, так как достать другой пластилин мы не могли. Сделали ривен из того, что было. По размерам они не отличались от греков. Делали лис, волков и зайцев, несколько медведей. Получился 61 пехотинец и 4 всадника. На вооружении они имели копья и спичек. Причем затачивать спички стали ножом, а не ножницами. При такой заточке наконечник получался более прочным. Но оружие из-за плохого качества пластилина крепилось плохо. И быстро вылетало из крепления при использовании в бою, делая воины безоружным. Новая армия делилась на десятки. У каждого десятка был свой командир. Их выделяли гребни на шлемах. Также был командир пехоты. Видимо, это была вот эта лиса с красным гребнем на голове. Не совсем ясно, кем в военной иерархии был вот этот медведь. Гребень явно указывает на высокий статус. Один из четырех всадников считался царем. Депровка этих всадников была в виде керасы на теле воина и конического шлема. На реального римлянина вообще не похоже. Отсюда у меня возникает мысль, что вполне возможно, что римлян делали до покупки книги римляне. Но в принципе это не принципиально. На отряд выделили фольгу из подзубной пасты. Ее не хватало для полной экипировки всех воинов, поэтому латы только закрывали грудь и иногда горло воинов. Сделали из синего пластилина шлемы. Они имитировали шлем из учебника по истории. Мы даже сделали по этой картинке модель легионера из пластилина. Так она выглядит сейчас. Когда она была новой, выглядела, конечно, получше. В итоге получилось, что новые войны по боевым характеристикам хуже греков. Но как бы там ни было, это была существенная прибавка к численности общей армии. Русские на битву народов вместе с римлянами вывели 840 бойцов. Греки и союзники в бою имели 711. Следующий рассказ в этой серии фильмов будет именно про битву народов. Ее последствия навсегда изменят мир пластилиновых солдатиках. Посмотрели видео? Напишите свое мнение в комментариях. Кликай по этим ссылкам и смотри интересные фильмы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok